Уважаемый Карим Кажемханч, уважаемые коллеги, в текущем году министерством реализованы меры по повышению уровня и качества жизни населения. Прежде всего были обеспечены повышение и своевременность социальных выплат населению, повышенные размеры пенсионных выплат, пересмотрен размер базовой пенсии с 40 до 50% величины прожиточного минимума, что в денежном выражении обеспечило в текущем году ее рост на треть. На сегодня минимальный размер пенсии составляет 24 тысяч тенге, а средний размер по стране составляет 35 600 тенге. Сохранено ежегодное повышение размеров государственных базовых социальных пособий, в текущем году обеспечен их 9% рост. В таких же размерах были увеличены социальные выплаты второго уровня и системы обязательного социального страхования, производимые в случаях потери трудоспособности, потери кормильца, потери работы, поберевенности родом и по уходу за ребенком до одного года. Сумма социальных выплат из фонда социального страхования в этом году составила 63 миллиарда тенге. В рамках проводимой политики поддержки материнства и детства поэтапно увеличиваются ежемесячные пособия на рождение и по уходу за ребенком по достижению им возраста одного года. На 1 декабря 375 тысяч матерей получили единовременное пособие на рождение ребенка и более 144 тысяч ежемесячно охвачено пособиями по уходу за ребенком. Около 55 тысяч родителей пособиями по воспитанию детей инвалидов. С 1 июля текущего года произведено очередное повышение на 30% заработной платы работников бюджетной сферы, которая коснулась 1 миллион 300 тысяч человек. Средняя заработная плата бюджетников выросла с 52 тысяч тенге до 61 тысяч 500. На особом контроле стоят вопросы своевременной выплаты заработной платы, особенно в небюджетной сфере. Продолжали активную работу антикризисные штабы в регионах. Реализуется подписанность Генеральной прокуратурой меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам недопущения задолженности по заработной плате. В результате совместных усилий просроченная задолженность по заработной плате 4,6 миллиардов тенге на начало прошлого года снизилась до 1,6 миллиардов тенге на сегодня. За нарушение трудового законодательства в части своевременности выплат заработной платы террорганами министерства применялись меры по привлечению к административной уголовной ответственности. Наложено 900 административных штрафов на сумму 61 миллион тенге. Работа в этом направлении продолжается с введением мониторинга, в том числе выявление возможных рисков. Безусловно, в отчетный период основные усилия были направлены на реализацию пилота программы занятости 2020. За 6 месяцев в Центре занятости по вопросам участия в программе обратилось 84 тысячи человек. По данным местных исполнительных органов, на 26 декабря на основании рассмотренных заявлений включены в состав участников программы и подписаны социальные контракты более 58 тысяч желающих принять участие в программе. Из числа подписавших социальные контракты почти 60% это молодежь до 29 лет. Без переобучения в соответствии с имеющими квалификациями уже предустроено более 6 тысяч человек. Проф. обучением в рамках программы охвачено 69 тысяч человек, что составляет около 95% от того, что мы планировали. Из них профессиональную подготовку проходит 44 тысяч человек. Переподготовку уже направлено 21,5 тысяч человек и около 4 тысяч человек на повышение квалификации. В профессиональном обучении задействовано всего 431 организации технического и профессионального образования. По договоренности более 3,4 тысячам предприятий и организаций по стране на социальные рабочие места трудоустроено 16 тысяч человек. Средний размер заработной платы которых составил 45 600 тенге. В рамках мер по содействию предпринимательству предусмотренные вторым направлением программы по состоянию на 26 декабря прошли обучение основам предпринимательства 4680 человек. Это потенциальные получатели микрокредитов. В регионах функции уполномоченной региональной организации, на которую по правилам возлагается отбор микрофинансовых организаций и в целом реализация микрокредитований граждан, выполняют местные СПК. Микрокредиты на сегодня оформили 874 участника программы. Но учитывая, что первые месяцы время ушло на решение оргпополосов, массовая выдача микрокредитов практически начата в начале декабря. До конца текущего года число лиц, получивших микрокредиты, резко возросло. По третьему направлению программы, целью которого является повышение трудовой мобильности, в 10 регионах республики запланировано строительство 847 индивидуальных жилых домов и 65 многоквартирных жилых домов. На эти цели было выделено из республиканского бюджета 15,9 млрд тенге, ведется строительство 833 индивидуальных и 64 многоквартирных жилых домов. По оставшимся домам завершаются конкурсные процедуры по их выкупу. Отмечается позитивная динамика основных параметров показателей социально-трудовой сферы. Численность экономически активного населения в третьем квартале 2011 года по сравнению с аналогическим периодом прошлого года увеличилась на 273 тысячи человек и составила 8,9 млн человек. Уровень безработицы уменьшился за аналогичный период с 5,6 до 5,3%. Также наблюдается снижение численности получателей адресной и социальной помощи на 30% сравнение с аналогичным периодом прошлого года. Уважаемый Карим Кажемханович, в свете предстоящего на 2012 год мы продолжим реализацию поручений главы государства по модернизации социальной политики. С учетом результатов аппровации новых механизмов и новых подходов в сфере занятости населения в следующем году продолжится реализация программы в полном объеме с учетом новых возможных рисков в социально-трудовой сфере. Будет обеспечена дальнейшая совершенствование системы социального обеспечения в рамках усиления адресности и обеспечения ее адекватности. Мы все цело направим деятельность Министерства на укрепление благосостояния народа и повышение качества его жизни. Благодарю за внимание.